Всем добрый день! Сегодня 19 марта 2020 года. Я нахожусь в Шарм-эль-Шейхе, в компаунде Дельта Шарм. И хочу вам описать ситуацию, которая здесь складывается изнутри. Вчера мы с мужем собирались отправиться в Старый Город для того, чтобы провести съемку и показать вам, что там происходит. Нам это не удалось, потому что по дороге мы встретили женщин, россиянок, которые были очень растерянные, расстроенные. Их рейсы отменили, проживание в отеле подходит к концу. Они приехали сюда самостоятельно и были очень огорчены с ситуацией, которая сложилась. Мы решили им помочь и остались. Я понимаю, что в такой ситуации, как эти женщины, сейчас множество людей. Что хочу посоветовать тем людям, которые остались? Прежде всего принять ситуацию, такую, как она есть, и пытаться найти выход из нее. Для начала нужно зарегистрироваться на сайтах, которые созданы во всех странах для эвакуации отдыхающих, оставшихся в Египте. Украинцы могут зарегистрироваться на сайте МедУкраины в системе ДРУК. Ссылку я оставлю под описанием. Граждане России могут написать в посольство России. Ссылку я тоже оставлю в описании. И белорусы тоже могут обратиться в посольство Белоруссии в Египте. Ссылочку я оставлю в описании. Зарегистрируйтесь на этих сайтах, напишите все свои данные, и вас непременно отсюда заберут. Ваше правительство будет знать, где вы находите, сколько вас человек, сгруппируют вас и увезут. Кстати, я читала, что туроператоры дадут возможность отдохнуть всем тем, кто в это время прилетел сюда и еще продолжает отдыхать. Их заберут, несмотря на то, что сообщение с Египтом в принципе прекращено. На сегодняшний день по официальным данным в России болеет около 150 человек коронавирусом, в Украине около 16 и в Белоруссии около 50. Для того, чтобы подтвердить у человека пандемию, нужно провести соответствующие анализы, чтобы доказать это. К примеру, на Украине вчера умерла 33-летняя женщина, которой ставили диагноз коронавирус, но на самом деле он не подтвердился. Тем людям, кто остался здесь на карантин, я советую не упадать в депрессию и искать выход из ситуации. Здесь в Шарм-Эй-Шейхе, в частности в нашем компаунде, очень много свободного жилья. Вы можете войти в Facebook на сайт аренда недвижимости в Шарм-Эй-Шейхе и найти себе подходящую квартиру. Очень удобно кооперироваться несколько человек для того, чтобы жилье было дешевле. Вчера я говорила с одной из хозяек жилья, у нее здесь три квартиры и они все пустуют. Она сказала, что будет сдавать их по цене гораздо меньше, чем она предлагала в другое время. И вообще жилье здесь очень-очень много пустого сейчас, можно снять без проблем. А если вы скооперируетесь по 2-3 человека, то вам это будет намного дешевле. Но ориентировочно могу вам сказать, что студия, в которой может разместиться 2 человека, ее можно снять примерно за 150 долларов. А может быть дальше еще цена и больше упадет. То же, что касается продуктов, то с голоду вы здесь не умрете. Несмотря на то, что закрывается сообщение между Каировой, Шармой и Шейхом, то для продуктовых машин оно не закрывается. Продукты будут сюда доставляться регулярно. И все время по телевизору просят население не сметать все с полок, а говорят о том, что продукты будут, будут завозиться. И с голоду никто здесь не умрет. Но цены на продукты здесь, можно сказать, бросовые. Вот для сравнения скажу вам, что на 1 доллар можно купить 3 килограмма апельсин, 3 килограмма мандарин, или 3 килограмма огурцов, или 2 килограмма помидор. Здесь есть очень много консерв тунца. И, кстати, это дешевые консервы. Примерно 1 доллар стоит 1 баночка. И это очень съедобно, вкусно и даже очень полезно. Здесь очень много фасоли в банках. Ее можно сразу открыть и есть. Здесь на каждом углу продается хлеб. И выпечки здесь очень-очень много. Поэтому с голоду вы здесь не умрете. Сможете 2 недели эти нормально просуществовать. В любом случае, надо что-то делать, не отчаиваться. Тот, кто сидит и ничего не делает, естественно, у того ничего и не получается. В Шарм-эль-Шейхе на сегодняшний день ситуация осложнилась по коронавирусу. Если позавчера здесь было все спокойно, то вчера вдруг прошел слух о том, что закрывается канал, по которому идет транспорт из Каира сюда в Шарм-эль-Шейх. И сразу же стали пустить полки в магазинах. Вчера мы отправились в супермаркет Канфур и увидели, что люди просто сметают продукты со стеллажей. Вот посмотрите, как это было. Вообще, египтяне несерьезно отнеслись к сведениям о коронавирусе. Но вот как я слышу, власти Египта постоянно проводят работу с населением для того, чтобы настроить их на то, чтобы носили маски, чтобы сидели дома и так далее. Еще до недавнего времени все магазины, молы, продуктовые магазины, супермаркеты были все заполнены людьми и все они были с детьми. Только сейчас до людей начинает доходить, что ситуация приобретает опасные оттенки. Еще здесь запретили пользоваться кальяном. Кальян называется здесь шиша. И он очень популярен. В большинстве случаев здесь одноразовые наконечники для кальянов. Но может быть всякое. Поэтому использование кальяна здесь запрещено в это время. Будет наказываться не просто штрафами, а будут забирать лицензию на торговлю. Если вы планировали сюда прилететь в это время, вот с 19 по 31 марта, не отчаивайтесь. Хорошего здесь сейчас мало. Погода, во-первых, не очень располагает к пляжному отдыху, потому что температура воздуха здесь опустилась. Сегодня 17 градусов. Достаточно прохладно. На море вода теплая около 23 градусов. Но рыбок там нету. Они ушли и еще не появились здесь. Обстановка вообще напряженная. Но как бы люди не настроены на отдых. Поэтому постарайтесь оставаться дома, не заболеть и планируйте отдых на другое время. А сейчас всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.